О том, реально ли избавиться все-таки от опасного для человека растения, спросим у нашего гостя, доктора биологических наук Татьяны Егошиной. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Ну, прежде подведем итоги нашего опроса. Мы спросили у кировчан в нашей группе ВКонтакте, реально ли победить борщевик. Вот что думают по этому поводу кировчане. Подавляющее большинство считает, что нужно выделять больше денег на борьбу с этим растением. 23% считают, что растение победить невозможно уже. Ну, и 16% считают, что зачем бороться за борщевиком, его можно есть. Даже есть такой вариант, но об этом чуть позже. Ну, вот прежде, вот ваше мнение, насколько реально победить это растение в наших широтах? Есть примеры целых стран, которые справились с этим растением. Например, Германия и Польша. Они действовали то, что называется всем миром, вот в таких старых русских традициях, советских даже традициях. Субботники, уличные комитеты, которые устраивали какие-то акции по избавлению от борщевика. Здесь важна слаженность действий, единовременность действий. Ну, и финансовая составляющая. И финансовая составляющая, да. То есть, там была такая же проблема, да. В какие годы это случилось, когда борщевик появился вот в той же Польше? В Польше борщевик появился в 70-е годы, так же, как и в Германии. Причем там появился другой, еще более опасный вид борщевика из Северной Америки. Не борщевик сосновского. Четырехметровые гиганты там были, но... Он тоже использовали на корм скоту поначалу? Нет, там его завезли в Германию как декоративное растение. Завезли в любительские сады, и оттуда он пошел гулять по всей стране. А в России? В России он был завезен как кормовое растение. И в связи с тем, что у нас изменилась система землепользования, ну, говоря попросту, мы забросили очень много пашин, это растение смогло захватить такие территории. Когда вид был подконтролен, когда поля вспахивались ежегодно, такого засилия борщевика, конечно, не было. Но сейчас для нашего региона это действительно проблема, да, для города Кирова, в частности, засилия борщевика. Да, это большая проблема. И для города Кирова, и для пригородов. Потому что встречаются поля в несколько десятков даже гектаров, скажем, в Слободском районе, в Чепецком. Не поля, а залежи уже, которые полностью заняты густыми зарослями борщевика. А в чем основная проблема? Почему так сложно с ним бороться, с точки зрения биологии, может быть? Прежде всего, да, биология вида. Вид, семена которого сохраняют схожесть в почве около 15 лет. То есть, если мы в этом году борщевик скосили, то это не значит, что на будущий год не появятся снова на этом месте растения. То есть, нужна систематическая многолетняя борьба. Если начнем завтра, сможем ли мы через 15 лет побороть борщевик? Если мобилизуемся и объединимся, то сможем. Вот как в Польше, вы говорите, да, например. То сможем. Но для этого нужно, прежде всего, разобраться, на каких землях он произрастает, где с ним нужно начинать борьбу в первую очередь. Ну, а где? Видно, это город и пригороды. И разработать арсенал мероприятий, потому что ведь бороться с ним можно разными путями. Давайте еще перечислим, да, какие пути. Простое скашивание, скажем, на садовых участках вырубание лопатой. Но это желательно делать до цветения. Чтобы семена не упали в землю. Это использование гербицидов. Без этого тоже никуда. Ну и изменение, может быть, назначение земель, на которых растет борщевик. Скажем, через 10 лет после того, как поле, залеж покрывается зарослью лесной, переходит в разряд лесных экосистем, борщевик там исчезает. То есть, получается, нужно дать поля не высеивать там ничего? Нет. Те поля, которые сейчас не засеваются, может быть, обладают низким качеством почв. Может быть, действительно разумнее их перевести в лесные. Экосистемы. Ну и вот в конце все-таки про борщевик как ингредиент для неких блюд. То есть, основа. Вот авторы некоторые пишут в интернете, что у него много белка. Размечают даже рецепты, что можно готовить котлеты, супы и прочие блюда. Это так или нет? Это другой вид борщевика. Другой вид борщевика. Вот борщевик сосновского – это адвентивный, пришедший к нам вид. А у нас есть свой борщевик. Борщевик сибирский. Он не такой ядовитый получается? Он вообще не ядовитый. Все, что касается нашего коренного аборигенного вида. Да, он съедобен. Его традиционно использовали в России как пищевой продукт такой раннелетний. А как его отличить визуально? Этот борщик на что похож? Ну, наш родной. Наш родной просто мельче намного. И у него цветки зеленоватые, желтые, не ярко-белые. Намного более мелкие цветки. Спасибо большое, что пришли. Ответили на вопросы про борщевик. Надеемся, что когда-нибудь начнут с ним бороться комплексно, как вы говорите. Спасибо большое.